Международная научно-практическая конференция «Биоэлементы» в этом году проходит в пятый раз. Представители университетов разных стран собираются для обсуждения важнейших вопросов и улучшения жизни людей. В этот раз тема касалась коронавирусной инфекции и средств борьбы с ней. По словам доктора медицинских наук Анатолия Скального, научные исследования подтвердили, что микроэлементы являются одним из основных средств в борьбе с COVID-19. В стране у нас уже все практически знают, что цинк нужно применять. В аптеках, когда была волна первая, вторая коронавируса, в аптеках исчезал препараты цинка, витамина С, витамина Д, потому что люди знают, что вот есть какая-то помощь. Вакцина – это одна помощь. Масочный режим – это, безусловно, следующая помощь, дистанционная. Но есть и то, что ты можешь делать сам. А сам ты можешь питаться, принимать средства профилактики. Анатолий Скальный отметил, что питание действительно является основной составляющей нашего самочувствия и формирует образ жизни. Сбалансированный подход может помочь избежать инфицирований не только COVID-19, но и множеством других вирусов, считает доктор медицинских наук. Президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров предложил переносить эту идею на практику и начать прежде всего с детских садов и школ. У нас очень серьезный разрыв с наукой. Те, кто продолжают готовить поваров, кондитеров, пекарей, они готовят по старой рецептуре, по старым технологиям, не изучая вообще современного опыта и не общаясь никак с наукой. Хотя вот сегодня выступление наших коллег со стороны науки показывает о том, что, в общем, есть элементарные вещи, которые мы можем добавлять в продукты. Итогом встречи должно стать открытие портала по питанию профессора Скального. Для нашего города конференция является значимым событием. По словам ректора УГУ Сергея Мирошникова, рассматривается вариант создания целой линейки дополнительного образования по теме питания. Оно будет рассчитано на широкий круг населения. Мы видим очень широкий перечень возможностей по сотрудничеству в области разработки микрочипов. Тайвань сегодня ведущая страна в мире по производству микрочипов. До 70% по отдельным линейкам микрочипов они производят у себя. А самое важное, я считаю, что молодежи нужно показать сегодня ориентир, что находясь в Оренбурге, можно работать именно на мировом уровне. Конференция продлится до 13 мая. В ходе нее будут рассмотрены вопросы по пяти научным направлениям. Юлия Тюшевская, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ.